Когда бои проходят в Казахстане, каждый бой очень ответственный. Этот бой, как бы, самый, наверное, один из ответственных боев в моей жизни. Я должен свой путь защищать первый раз. Что могу сказать? Я готовился на этот бой хорошо. Буду показывать, что могу. Удержаться труднее, конечно. Для этого мы работаем, чтобы удержаться на вершину. И там 28 июня будет речь, покажет, кто сильный соперник или я. Как бы, честно говоря, у меня есть большая возможность переходить в UFC. У меня, как бы, контракт с М1, как завоевываешь чемпионский пояс. Если ты один раз защищаешься, если защищаешься и тебя, если придет контракт от UFC, тебя, может, они отпустят, как бы. А им один отпустит. Такой поговор, там, контракт есть. И должен, будем ждать от UFC потом контракт. Один раз, как бы, предложение было, но этот очень короткий срок был бы. Да, я бы, я бы был за бой титульный. Как бы, для меня это было важнее. Люди, как бы, разно думают, кто-то думает, зачем ты так этот титульный, тебе бы лучше UFC подрался. Я так не считаю, как бы, для меня виднее, как бы. Я в этом направлении уже много лет работаю, я знаю, что я делаю. Пока немного таких предложений нет, конечно. Вот бой пройдет, все благополучно, если получится, все. Будем смотреть. Не будем, как бы, далеко убегать вперед. Посмотрим, время покажет. Да, конечно. UFC в данный момент номер один в мире. Каждый, кто смотрит ММУ, они все хотят, чтобы кто-то, как бы, из Казахстана, кто-то выходил туда, чтобы наш флаг поднимал там и выигрывал бои достойно. Все хотят, как бы, казахский народ хотят, чтобы видеть своих бойцов там. Я сам хочу, как бы, туда попасть. Иншаллах туда дойдем, будем показывать хорошие бои. Надеюсь, если здоровые все возможности, если будет позволять, будем стараться. Я еще, как бы, там достаточно бойцов, чтобы с кем можно подраться. Там все ребята сильные, конечно. Там простые, как бы, особо туда не попадают. Не знаю, кого дадут они. Я никогда своих соперников не выбирал. М1 тоже. Что дает, какой соперник дает, я всегда согласовался. Никогда не отказывал от соперников. Иногда бывало, как бы, травма получал, что не мог выйти на бой. Если UFC мне, какой соперник дадут по моему уровню, я, конечно, соглашусь. Да, соперник очень хороший, как бы, один из сильнейших, как бы, нашим промоутерам М1, как бы, в данный момент он номер один прендендент, я так считаю. Один из опасных бойцов в моей карьере, пока не мере. Я смотрел его бои. Он очень хороший, как бы, боец. Ударная техника. Ударная техника у него, как бы, в высшем уровне. Физически крепкий, хороший дышит. Много вес гоняет, как бы, видно, что крупный боец. Будем показывать хороший бой с ним, думаю. Пусть победит сильнейший. Я до этого тренировался, как бы, много, что пройдено. Осталось вот дождаться этого момента, когда будем пойти. Как, не знаю. Честно говоря, как-то проблема там будет виднее, честно говоря. Я думаю, особой проблемы не будет у меня. Я знаю, у меня много соперников, как бы, большинство соперников больше, чем я здесь или, как бы. Ну... То есть, знаете, что делать? Да, я знаю, работаем. Будем показывать, что умеем. Словами не будем, а, как бы, говорить у нас так не принято. Я сам, как бы, города Кокштава живу в данный момент там. Готовился чуть-чуть там. И потом приехал сюда, в Алма-Ату, как бы. Большинство, как бы, час подготовки здесь проходил. В горы бегал больше, как бы. С Медео и Дача Мбелака. Очень, очень хорошие подъемы там. Я, когда бегал, прям чувствовал, что это такое, как бы, трудно продышать. И там этот, просто, честно говоря, слова мне передать, такие ощущения у меня были. Вы сами, как бы, попробуйте туда. Не знаю, кто может пробежаться или просто пешком подняться там туда. Очень, очень, как бы, трудно. То есть там в Носливо сюда работал? Да, в Носливо. Там большинство работал. Ну, в зале, конечно, спарринги делал. Работал ударные техники, как бы, борцовские техники одновременно. А в качестве спаррин-партнеров наших бойцов, да, приглашение? У нас, как бы, конечно, спаррин-партнеров проблематичные, как бы, в Казахстане. На моем уровне, как бы, бойцы есть, но они находятся в разных залах. Просто нам иногда не совпадает. Как бы, больше любителей, как бы, готовился на этот бой. Тоже, они тоже хорошие бойцы в будущем. Хорошим будет профессиональным, я думаю. Ну, как бы, что есть, то есть. Сколько смогли спарринги-партнеров найти и готовились, как бы. Не буду всех назвать, наверное, там много людей. Конечно, как бы, каждый бой – это большая ответственность для меня. Я, как бы, не просто выхожу туда, на ринг, как бы, драться. Я выставляю, как бы, честь Казахстана. Я не могу просто, как бы, проиграть бой, просто взять. Я дерусь до последнего, до последнего вздоха, до последнего потери крови, как бы. У меня такое настрой всегда бывает. Не знаю, сам себя, как бы, характером я люблю соревноваться. Где бы, как бы, даже в футбол играть или что бы ни делал, я люблю, как бы, выигрывать. До последнего сражусь, как бы. ММО меня всегда нравилось с детства, как бы, на улице выросли, как бы. Маленький ребенок, когда был, много дрался очень, как бы, на улице, как бы. Ну, как старшие говорили, будешь тратиться, не сможешь отказаться. Да, буду, вот так и было у нас. За это, как бы, много дрался. Потом, как бы, начал смотреть бои. Бои без правил, как бы, тогда назывался. Как бы, ему, как бы, в данный момент такого популярность не было. Но тогда тоже начинал, как бы. Я знал, что мне этот вид спорта, когда первый раз увидел, понравился. Думал, когда-нибудь буду заниматься, как бы, внутри чувствовал. Ну, вот, как бы, когда казахстан переехали, начал ходить в боевый самбо и бокс, и там, панка, ручон был. Начал соревнования выступать, и потом дальше, дальше, больше, и ММО. Вот так и пришлось этот вид спорта переходить, как бы. Ну, конечно, этот, когда ты профессионально занимаешься, ты не должен нигде работать, как бы. Ты должен все время тренироваться, себя держать в форме. За это, ну, как бы, финансовая, как бы, поддержка, как бы, много спортсменов уходит от этого. Ну, как бы, свой должен семью кормить. И, как бы, одновременно выступать, это тяжело. Ну, за это должен ты результат показывать. Если ты результат не показываешь, тебе никому не интересна эта жизнь, как бы. Если у тебя достижения нет, ты проигрываешь. Ну, тебя никто не примет. Ты все, никому не нужен. За это надо выигрывать. Это природное, как бы, это правило, как бы, природное. Человек так создан, чтобы, кто, кого выигрывает, его, как бы, хвалит, его болельщики много, как бы. Если он хороший человек, конечно. Если проиграл, ты сразу. Никто, типа, не обращает внимания даже больше. За это надо всегда выигрывать. Вот такие правила. В ММА я видел спорты, как бы, боевые боксы везде, как бы, так. Любителям, ну, кто профессионал занимается, в первую очередь, думаю, финансовая поддержка. И свой должен, семья его поддерживает, как бы, не говорить, как бы, не надо, там, ты что-то сломаешь или что-то там. Должен поддерживать семья. Он сам должен стараться, если ему нравится, выполнять свою работу. Я тоже когда-то работал, как чемпионом мира стал, уже свою работу бросил, и начался, как бы, профессионально заниматься этим видом спорта, как бы. Возможно, как бы, появились у меня, как бы, показать себя получше. А кем работал? Я работал на базаре простым грузчиком. У нас, как бы, семья, как бы, простой. Мы, когда приехали сюда, языка не знали. И нам просто пришлось работать, как бы, где, какой работа приходится, ну, так и работал. У меня брат, ну, где работа есть, работали просто. Ну, базаре больше работал, как бы, года два, наверное, вот так, или три, может. И параллельно еще? Параллельно ходил, да, на тренировке одновременно. Как работу закончил, сразу домой вещи собрал, бостер на тренировке. Бывало даже двух, двумя тренировками. После работы бокс, и потом, следующий, уже боевой самбо ходил. Такое время даже бывало. Какую силу? Ну, уже на второй тренировке пришел, я уже убитый был. Такое состояние у меня, просто, как бы, это неправильная, как бы, нагрузка. Ну, я выхода не был, я хотел бы стать лучше, как бы. Понимания, конечно, не было, как бы. Беречь свое здоровье, просто старался, чтобы улучшить свои, как бы, навыки, техники, как бы. Достичь чем-то, чего-то, как бы. У меня такое желание было. Вот так и работали. Все удивились, когда что чемпионом мира стал таким бойцом. Конечно, люди, когда просто видеть, когда ты работаешь на базаре просто игрушечками, тебя, может быть, кто-то недоценивает. Ну, смотрим, просто работчик, что он может себя представлять. Есть, конечно, такие люди. Уже они, как бы, сейчас так не думают. Смотрят, я какой результат показываю в данный момент. Вот так. Там сильное изменение в жизни? Или вы, может, так, не обращаете внимание на такое? Нет, я, как бы, особо, конечно, не обращаюсь. Просто есть, какой человек, какой-нибудь остался простым. Я не думаю, что если я какое-то еще больше буду достижения, и чемпионом многих организаций становиться, или какое-то изменение будет. Я не думаю. Я когда... Как... Ну, каким бы... Думаю я себя. Просто думаю, таким же остался. Много говорят, что ты звезду ловил там. Нет, просто время меняется. И положение наше меняется. И все. Человек всегда таким останется, мне кажется. Вряд ли изменится. Я так думаю. Да. Не очень отношение к людям. Да, он... Да, конечно. Ты... 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 Какой человек, так же останешься. Ты хоть... Ты какой... Ты бы... Никакой бы там ученый не был, и ты таким и останешься. Характер твой. Если ты, как бы, плохой человек, всегда останешься плохим. Хоть ты где, как бы... Не учился, какое образование ты не взял. Или непростым бы людям. Каким ты не был, мне кажется. Так я думаю просто. Это мое личное мнение. Я думаю, что это первый усюд вставили свой характер. Ну, как бы, человека характер. Потом это остальные трудолюбимость, дисциплина. Это все, если будет человек, и талант потом. И трудолюбимость. Это все качество, как бы, человека соединяет. И если он будет работать, он будет результат показывать и может чего-то достичь. Если человек талантливый и ленивый, что у него ничего не получится. Когда другие просто не будут талантливыми, просто характером будут стараться, он все равно результат показывает рано или поздно. Характер должен быть у человека. Если ты занимаешься боевыми единоложствами, у тебя должен быть характер. Если ты один удар пропустил, и ты пожал, уже не такой настрой начинается, когда один удар пропускает никто, бывает такой, или сразу сдается. Это уже начинает бояться. Это уже не получится, мне кажется, от него чемпион. Ты должен во всех аспектах, по чуть-чуть, по чуть-чуть должен свою работу выполнять. Волнение у всех, мы люди, мы такое существо, как бы, мы все боимся. Не знаю такого человека, чтобы не бояться от ничего. Людям должен быть страх, конечно, всегда присутствует. Но ты должен свой страх побороть, должен настроен выходить. Если ты будешь слишком бояться, ты проиграешь. Если ты слишком уверен, тоже проиграешь, где-то ошибка допустишь. Должен холоднокровно выходить на рим и показывать свое дело, как бы, выполнять свои задачи. Вот так. Ну, как, волнение, вот волнение, говорите. Ну, просто у нас, как бы, менталитет такой, Казахстан, если ты дерешься, как бы, все люди смотрят на тебя. Ты не должен, как бы, просто проиграть. Ты должен свой характер показывать, предков, как бы, характер тебя дано. Но ты не просто так выходишь. У нас, как бы, в Европе, у них это, как бы, работа. Они выходят, если проиграть, завтра, как бы, получше буду. У нас нет, ты должен сегодня лучшим, и ты должен сегодня характер показывать, до последнего драться. Вот так. У нас таких бойцов, как бы, уважают и больше любят, как бы, народ. У нас так. Конечно, много стресса по участию организма, как бы, много нервов тратишь. Какая, последняя уже, как бы, неделя или два недели очень напряженно уходит. Во время боя тоже, до боя, как бы, много суети, как бы. Как бы, спортсмен, я ни курю, ни пью, ничего не делаю, никак не могу расслабляться. Я, как бы, больше время, как бы, своей семьей, если я, как бы, родим семью, я, как бы, больше расслабляюсь, когда вижу, как бы, дочки, как бы, ребенка своего, больше расслабляет меня, как бы, это, и когда маму свою вижу, их, когда братьев. Когда рядом с семьей я больше расслабляюсь, мне нравится, как бы, семей быть. Больше время им уделять, как бы, как бы, не вовремя, после боев, как бы, после боев, вовремя отдых, больше уделять, проводить своей семьей. Это меня больше расслабляет, чем, чем либо другой, как бы, еще. А много бывает таких людей, которые, как бы, полностью, как бы, только семьей, может быть, или вот только вот после боя, по-моему, есть такое время? Нет, бывает, конечно, мы сами бываем, но и бывает, мы сами не видим два месяца, полтора месяца, бывает, как бы, не видим. Смотря, когда бой, какой подготовка, какое время, если ты получил травму, он, конечно, будешь дома сидеть и все, ничего не делать, вот так. Как можем, смотрим, наблюдаем, что он делает, какой у него функционал, как у него физические данные, какой у него техник, какой ударный техник, какой у него, как боится, как пьется, как дышит, как удары пропускает, как чувствует, когда удары пропускает, все смотрим, как бы, стараемся все смотреть. Я, конечно, не буду, как бы, говорить, где ты соперник, слабые стороны, как бы, я знаю, я буду узнавать, ну, делать свою работу, как бы, не буду все секретно рассказывать, когда там вопросы задает, ну, слабые стороны, зачем меня называть, я знаю, что у него чуть-чуть там слабые стороны, и буду там работать над этим, чтобы... Да, бывает, конечно, все мы люди, мы разные, как бы, конечно, не всегда получается выигрывать, ну, для этого мы работаем, чтобы выиграть всегда, ну, как бы, как бы, это, в совершении показывать, кто с ними, как бы, время покажет, ну, кому-то удача, как бы, должен, может быть, ты весь бой выигрывает, один удар пропустит, и все, ты бой закончился, ну, болевой попался, да, не заметил, там, доли секунды, там, расслабился, и все, ты проиграл, вот такие моменты, ну, как бы, это все трудная вещь, спортсменом быть, не просто так, день и ночь надо тебя пахать дома и развиваться, как бы, во всех аспектах. Уже завершающаяся подготовка, неделя до боя остался, как бы, грубо говоря, все уже позади, думаю, там, чуть-чуть надо меня форму поддержать, отрабатывать свои приемы, как бы, и все. Вес у меня нет проблем, я особо не гоняю, я природную, пока не мере, вес не набираю, я кушаю хорошо, себе позволяю, могу все кушать, как бы, все удобно, конечно, пока не мере, вес не растет, за эту проблему, нет, за два, за три дня могу вес спокойно уложить, как бы, не, да, я думаю, что я не так сильно, как бы, свой организм вреда ношу, чтобы вес гонять, нормально, не так сильно, как бы, устаю, как бы, вес гонять, вот так. Дочка еще скоро вторая, в нем будет, надеюсь. Сколько лет? Полтора годика. Чуть больше, да, понятно, что я сейчас. И вот второго? Ну, еще второго ждем. А вот... Лучшим, лучшим считает, конечно, много бойцов хороших, как бы, лучших, кто-то, все разные в мнениях. Я считаю, как бы, лучшим бойцом. Ну, кто ближе, как бы, там, 3-4 человека, есть Джон Джонс, это, сейчас он тоже дерется, как бы, он лучший, Джоц, сам первый лучший, Федор Емельянов был лучшим, еще кто-то, Андерсен Тива был лучшим, один из лучших, сейчас Хабиб тоже один из лучших, считается, как бы. Ну, их много, это потом, наверное, как бы, через несколько лет будет говорить, что он был лучшим. Еще, как бы, чуть-чуть рано кого-то говорить. Каждый, думаю, в своих весовой категориях лучше. Свои, да, 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 свои сильные стороны, слабые стороны у них мало, как бы, если слабые мы были бы, они проигрывали бы. Или у вас, как баланс? У меня, не знаю, везде, как бы, нормально чувствую себя, хорошо. Еще, как бы, я не думал, что где-то у меня лучше. Я стараюсь, как бы, везде подтягивать, одинаково, как бы, работать. Не было там, да. Если, ну, ни ударник, ни, я, честно говоря, ни ударник, ни борец, как бы, в бою, если где-то, получается, стараюсь заканчивать бои, как бы, досрочно. Если не, если в стойке, так, в стойке ударник, если партеры, партеры, или добиванием, как бы. Да, 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 да. Если ты, как бы, если, как бы, по-русски назвать, сопутывался, честно говоря. Одинаковым бойцом, односторонным, как бы, бойцом, если будешь, ты, ну, соперника будет тебя узвечать, тебя, как бы, каждому разу сложно будет выигрывать бои. Лучше быть разносторонным, да. Сбалансироваться. Да, 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 вот так. Да, конечно, боксу люблю, сам, как бы, заниматься, когда-то, да. Боксу люблю, футбол люблю смотреть. А есть, да, болеете за кого вы думаете? У кого? Боксеров? Ну, боксеры или футболисты. Нет, боксеров, каждый из Казахстана кто-то дерется, каждый мы будем болеть, потому что они, наши земляки, будем переживать, как бы, переживать, болеть, просто радует. Если они выиграют, нас радует, буду рад, ну, как радостно будем ходить, как бы, вот так. Футболисты я не могу ничего сказать, а еще они должны много их, еще им надо много работать, как бы, над своим техникой, мы, как бы, практическим правилом, им еще много-много надо работать. У них это очень хорошо, как бы, это развито, говорить все угодно, как бы. Может быть, я тоже начну, как бы, больше разговаривать и все, потому что они смотрят не просто, как бы, драку, они интеллигент, они смотрят, что в Америке любят, это таких бойцов, как бы, больше уважают. Ну, как бы, уважают, они, как бы, кто красиво разговаривает, кто красиво обещает, им интересны, как бы, такие, треш-токинг, как бы. Ну, Макрэгер, это самый главный. Ну, да, он шоумен, очень хорошие шоу делают и зарабатывает хорошие деньги. Но он очень умный, боец, не просто так человек может такие вещи говорить, и он безнаказанно, но... Да, безнаказанно, но... Пахать, в первую очередь, думаю, правильный тренер выбрать, чтобы твой тренер хоть что-то умел, как бы, честно говоря. Много людей, как бы, тренера есть, я, конечно, извиняюсь, много чего не умеют. У нас, конечно, Казахстан не так еще развито, как бы, для профессионалов. Есть, конечно, тренера у нас, хороший тренер, балл, конечно. Да, определенно, он может тебя оттолкнуть, да, это трудно. Ты должен ударная техника работать, борцовская техника, грепплинг, много чего должен работать. Тебя должен минимум два-три тренера вообще, как бы, если ты профессиональный боец, кто-то здесь тебе поможет, кто-то там поможет, вот так, я так думаю. Начинаешь с бойцов, пахать, терпение, трудолюбивое, вот так должен им, вот, советую. Не торопитесь, как бы, все у вас впереди. Главное, терпение, не сдаваться вот так. Года 2013 работаем с ним, своим тренером, Баян, Баян Джангаловым. Хороший тренер, он сейчас, в данный момент, национальный сборный, главный тренер. До этого был, конечно, он сейчас. Что могу сейчас сказать? Работаем? Понимание у нас. Понимание, понимание, конечно, понимание у нас не просто так приходит, честно говоря. Мы люди, как бы, очень непростые, характер, он тоже непростый, я тоже непростый. Иногда у нас бывают споры, как бы, много. Ну, доверяем, сколько можно, конечно. Ну, иногда бывает, мои мнения, как бы, вот так лучше будет. Он наставит своими, конечно. Вот, вот так. Конечно, победа общая, после победы. Ну, до боя люди не знают, ты вышел там, бой, быстро выиграл, думаешь, да, он там, Мишка выиграл какой-то. До этого, мы сколько пахали, они не знают. Просто, конечно, сидеть и говорить, вот так бей, вот так бей. Вот это у него плохо говорить, можно, много чего можно говорить. Сам, если кто-нибудь, пускай попробует это делать. Пускай побежит вот это, в гору, с Медевой, Медевой, да, Симплака, потом почувствует это что-то такое. И когда он получит удары пару раз, по башке или по корпусу, или где-то болевой пропустит, его будут душить, он почувствует это что-то такое. Просто говорить легко. Симплака Симплака